Господа Тинькофф, с самого начала, взрыв, искра, вспышка, пламя, сходу начинается тема, как заработать денег. Для примера, смотрите, кто-то заработал косарь только что. Как он это сделал? Он нашел на карте банкоматы Тинькофф, взял этот самый стоп-кадр, зафиксировал он телефон или сохранил как JPEG, приложил телефон прямо к банкомату, и ему из банкомата выехало тысяча рублей. И я подумал, почему бы мне самому не взять со своей собственной дебетовой карты Тинькофф Black, не сгенерировать несколько таких QR-кодов и не спрятать их в видео. Причем QR-код может содержать любое количество денег. Так что спешите, ищите, где банкомат Тинькофф, прикладывайте QR-код и зарабатывайте при помощи этого видео. QR-код может быть абсолютно в любой части видоса. А для всех тех, кому лень искать банкоматы Тинькофф Банка, но хочется заработать, у Тинькофф Банка есть предложение для вас. Начала работать реферальная программа. Что это значит? Если вы еще не оформили карту Академик с 10% кэшбэком на автотраты, вы можете сделать это по ссылочкам в описании. Более того, вы можете рекомендовать оформить эту же карту с кэшбэком своим друзьям. Вы получите на счет 300 рублей, если друг оформит дебетовку, 750 рублей, если друг оформит кредитку, и 2000 рублей, если друг оформит каско по вашей реферальной ссылке. Как это сделать, вы найдете в описании под этим видео, и главное, вы найдете рецепт, как действительно порекомендовать хороший продукт друзьям и сделать себя и их чуточку богаче. Все ссылочки, еще раз напомню, будут в описании. Итак, господа, добро пожаловать на очередную серию по Зелу, которая уже все ближе приближается к реальному времени. То есть события в этой серии действительно уже практически недавно-то и были. Сегодня нам нужно понять, как можно усилить раму, потому что, как я говорил из прошлой серии, рама-то хоть и рассчитана на машину, которая, по сути, там весит немеренное количество тонн, но она не рассчитана на крутящий момент, тем более на полный привод, который будет скручивать раму и спереди, и сзади. Все это нужно усилить. Старая рама, естественно, не подходит. Даже многие комментаторы писали, что это не то. Соответственно, нужно из обычной Зеловской рамы сделать его, по сути, пространственной. В этой серии этим и займемся. А если что, это электрика, ей вообще никто заниматься не хочет, потому что это реально боль. Надо вот это все поставить вот туда вот все. Работа на полтора часа с пивом. Ну, если вы с отцом делать будете, конечно. Как очень часто, автомобиль начинается с колес. В нашем случае с их размера, потому что нам нужен необходимый дорожный просвет. Есть проблема. Верхняя шаровая опора в BMW X5 стоит ровно над колесом. Резина большего размера и общая большая высота колеса не позволят нам эту шаровую сохранить на месте. Есть вариант изготовить исполинские 8-сантиметровые проставки, которые, во-первых, расширят колею от X-овой до Зеловской, во-вторых, сделают так, что шаровая будет сбоку от колеса. Я уже предвижу вашу многократную бомбежку на то, что подвеска кончится, на то, что ступичные развалятся. И я с ней согласен. Возможно, все так и будет. Мы не знаем, как будет на самом деле. Но вариантов два. Или изготавливать полностью кастомную подвеску с удлиненными рычагами, считать плечо, может быть, другие точки крепления, другие амортизаторы. Или хотя бы для первого выезда попробовать поставить проставки. Если они проживут хотя бы 50 километров, нас это устроит. Дальше меняем ступичные и думаем, как жить дальше. Зачем же нам нужны были эти колеса изначально? Дело в том, что дорожный просвет у X5 составляет 200-220 миллиметров. Ну, где-то вот там, да? Дорожный просвет у X5 составляет 600+. Если мы будем строить X5 на высоте X5, он получится просто упавший в землю. Но то, что вы все уже видели на картинках, всем сразу будет понятно, что это какая-то кастомная дикая тачка. Это неинтересно. X5 должен до последнего оставаться X5. Пусть и красивым, нарядным, но тем не менее X5. Соответственно, это родная резина, для того, чтобы мы получили родную геометрию автомобиля, как она была с завода. Несмотря на то, что у нас будет стоять другой подрамник, другая подвеска, другой двигатель, внешне пропорционально по высоте, ширине колеи и размеру, это будет ЗИЛ. В потоке, с первого взгляда, люди не должны отличать, что сейчас их трахнут. В этом, собственно, в принципе, залог вообще всех эмоций автомобиля. Стоит себе такой, пыхтит, может даже какой-нибудь выхлоп дурацкий повесить, чтобы он еще как-нибудь бренчал там и так далее, гаек насыпать, например, в банку среднюю. Но с места он уходит точкой. Таким образом, такая петушня на М-ках остается спокойно дальше курить. В этом и есть залог всей темы. Соответственно, мы получили, что у нас высота в ступице осталась на высоте Зиловской. Но у Зилата мосты и моторы все остальное стоит сверху рамы. Но у нас-то подрамник и, собственно, двигатель стоит гораздо ниже. Поэтому в нашем случае получился прикол. После того, как мы поставили все это на колеса, то есть сейчас все это по геометрии стоит более-менее нормально, выяснилось, что мотор стоит прямо в раме. Все и с этим раму пришлось немножечко заузить. Но на самом деле с этими колесами гемора больше, конечно, чем плюсов. Потому что, во-первых, они большие. Увеличилась общая высота колеса. Это скажется негативно динамику. Они весят немереный килограмм. То есть увеличилась нагрузка на ступицу. Но самое главное. Посмотрите на вот эту выемку. Для чего она? Для того, чтобы в нее помещалось колесо. Штатное колесо резиной заходит вот сюда. Шаровое находится над колесом. Это сделано для рулежки. Это правильное инженерное решение. В нашем случае, понимаете, когда у вас общая высота колеса была раньше вот такая, оно заканчивало здесь. Это прокатывало. В нашем же случае это не прокатывает. Соответственно, колесо пришлось двинуть наружу. Наружу его пришлось двинуть на 8 сантиметров. Именно поэтому здесь стоят эти исполинские проставки. Скорее всего, при нормальной рельсе или удара все это просто нафиг выломает вместе со ступичным подшипником. Будет весело, учитывая, что на огромной скорости несущиеся несколько, ну вернее, одна с хвостом тонна железа. Все это вот так сматывает, вырывается. Не хочу об этом думать сейчас и не будем. Главное, давайте подойдем вот непонятно к этому месту, как вязки двигателя. Потому что сколько бы мы не пытались сделать эту раму все-таки оригинальной Зиловской, ее пришлось конкретно усиливать и по сути делать из Зиловской обычной рамы раму пространственную. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку, как я и говорил, двигатель ложится внутрь рамы, а не сверху от нее, как был старый, то есть у нас, конечно, за счет этого сильно приседает центр тяжести. Зил будет рулиться. Общее ощущение будет, как будто он просто прилип к асфальту после той машины. Соответственно, двигатель легкий, да и сам он ниже. Выше этого получится только кабина, немерено место, то есть получится, здесь еще можно как-то будет манипулировать. Под капотом получится, когда вы откроете капот, двигатель где-то там внизу лежит на асфальте. Но рама в связи с этим стала уже. Обратите внимание, она была вот такой ширины, стала вот такой. Двигатель поместился, теперь у него есть место для того, чтобы еще немножко болтаться на старте. Это нормально для любого двигателя. Но эта рама раньше испытывала нагрузки очень простые. Ее сверху плющило тоннами щебня или чем там оно возило, неважно. Теперь эти нагрузки в основном будут скручивающие. Соответственно, приходится раму завязывать между собой большим количеством поперечин. Старые поперечины, как сейчас стояли у стенки, так у стенки останутся. К сожалению, они нас полностью не устраивают. Поперечины варятся трубчатые из толстостенной трубы, но в районе двигателя они все еще завязываются в пространственную. То есть, видите, он обвязан поверху, по низу он также будет обвязан самим подрамником и трубами, которые к нему приходят от штатной рамы зела. И все это должно будет держать от того, чтобы раму на старте не связало бантиком. Потому что, в отличие от той машины, все нагрузки будут дико ударные и, главное, длительные. То есть, если там трансмиссия была короткие передачи, вы отпустили сцепление, скручивающее усилие прошло на раму. То здесь оно как нажалось, так все время разгона, мы рассчитываем, что хотя бы будет 6, 6 секунд раму дико скручивают, 700 ньютон момента крутящего. Это очень много, и, соответственно, приходится и сзади кресты завязывать, и посередине еще куча труб, и так далее, и тому подобное. Плюс еще будет поперечина под коробку, но все это занимает немеряное время, все это надо начертить, вывести, потом все это изготовить, прикрепить, и много-много-много раз обварить. При том, что частично все-таки все это крепится на болтах, и при желании это все потом можно будет разобрать, собрать обратно, прокрасить, что-нибудь донастроить и так далее. Главное, что обслуживать ее будет сильно легче. Но занимает все это капец, сколько времени и вообще человека часов. Ну и сама спаси инженерная мысль, потому что, когда вы просто кидаете все это на раму, у вас есть отдельная рама, отдельный двигатель, стойки торчат в воздух, рычаги где-то, как-то все это надо по рулетке вымереть, сделать все эти немеряные точки крепления, обратите, как они сделаны. И еще посчитать так, чтобы это все нафиг потом не оторвало. Вот это, конечно, задача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Удивительно, но до этого момента вся подвеска у X практически штатная, если не считать вот этих проставок колес. В остальном это все тот же X. С теми же рычагами, с теми же шаровыми, точки никакие никуда не смещались, сюда же под теми же углами стоит. Исключение у нас составит задняя пневматическая подвеска. Она в X-ray. Она в X-ray есть. Она исключительно поддерживающая, то есть уровень пневмы вы менять не можете. Она сделана для того, чтобы задняя часть автомобиля всегда находилась в одном положении над землей. Для грузовика, особенно для ZILA, это очень важно, сами понимаете. Нагрузилась щебня, жопа не должна просесть. И мы хотим все это сохранить, чтобы это работало, хотя можно перейти на пружины, но нет, пневма останется. Есть проблема. Единственное, что у нас не совпало с ZILA-овской рамой, это вот как раз подушки. Видите, они будут тереться об раму, и точка крепления, у них верхняя кузова, она вообще должна быть где-то здесь, на самом деле, потому что они чуть-чуть были подзавалены. В итоге это та самая мелочь, которую придется переносить. То есть точка крепления к пневму баллона, она на рычаге перенесется сюда. Естественно, вы скажете, что это неправильно, потому что меняется плечо, потому что меняется нагрузка на баллон. Но неправильно это немножечко не про эту машину. Здесь все очень правильно и все очень по уму, поэтому это перенесем, а все остальное останется, в принципе, так, как есть. Еще будет длинный кардан. Далее, поскольку проект хочется сделать действительно грамотно сразу и по уму, и у нас есть на это время, рама снова разбирается, все поперечины, все усиления, все железо, которое на нее дополнительно наставляется, прокрашивается и устанавливается обратно. Машина еще раз полностью перебирается. Таким образом, то, что для вас заняло одну неделю с прошлого четверга, в реальной жизни заняло пять недель и еще около недели на то, чтобы все это прокрасить, разобрать и собрать снова. Плюс к этому, на все это действительно уходят космические бюджеты, потому что только одного железа на усиление раму было закуплено на 200 тысяч рублей. Не считая огромного количества человека, часов, которые были на это потрачены, нервов, и самое главное, вашего терпения. Ну и главный прикол всего автомобиля в том, что база была такая, стала вот такая. Соответственно, у нас подвеска задняя уехала чуть назад, передок весь оставляем, так как был, естественно, ни с коробкой, ни с раздаткой никто ничего не будет делать. Но это вроде как просто. Нужно просто удлинить одну из частей кардана, причем подвесной подшипник, как был один, так и останется. Он будет в этой точке на поперечине своей. А эта часть кардана будет отвезена просто в кардансервис, наверное, и удлинена, она будет длинной. Таким образом, все это получится типа рабочей, но толком никто не знает. Если вкратце, дальше после этого остается прокладка уже электрики. Ну, естественно, это все дообваривается, дообвязывается, красится, ставится обратно, еще парочка крестов, таких как на задней подвеске завязывается, может даже, может даже и хватит, а может даже и нет. То есть дальше, в принципе, остаются уже ходовые испытания. По в целом силовой конструкции вы себе представляете, как это все будет, и будет это уже примерно так и без изменений. Та кабина, которая встанет наверх, она в силовой конструкции кузова, никакого уже участия принимать не будет. И кузов, который вернется назад, если он вернется стеклопластиковый, неважно, какой он будет, он также в силовой конструкции уже участия не принимает. То есть вот сейчас вы видите то, в принципе, как будет устроен скелет ZIL-X130M. Ну, типа того, наверное, как так мы его назовем. Это уже будет сохраняться и далее, и впредь. Повесим штатный ресивер обязательно, потому что у машины же есть пневма, то есть, соответственно, что-то у нас пневматическое присутствует, потому что будет компрессор, будет ZIL-овский ресивер, трубки их тоже придется удлинять. Самое обидное, что придется удлинять косы, потому что назад все равно у нас идут датчики, разъемы, АБС и тому подобное. Вот в этом будет геморр. Ну и все это, благо, сюда в раму все это можно будет заложить без проблем. Короче, немножко страшновато, на самом деле, как это все еще будет выглядеть в конце ехать и работать. Ну, гипотетически, с этого момента... Серег, сколько с этого момента? Ну, через месяц она выйдет? То есть, на сборку, типа, месяца хватит, да? Ну, для вас это займет неделю, а у нас вот это занимает немного больше, если что. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. Огромные вам всем и нам всем самые главные удачи. И пока.